Построить в этом году шесть новых клубов, начать подготовку к строительству музыкального театра и реконструировать сцену драматического. Об этом и многом другом рассказали сегодня на совещании работников Министерства культуры, где подвели итоги 2013 года и определились задачами на 2014. Как было отмечено на совещании, 2013 год для забайкальской культуры стал плодотворным. В городе были проведены такие масштабные мероприятия, как фестиваль «Живая старина», «День города», в котором приняли участие все забайкальские музыкальные и танцевальные коллективы. И уже ставший традиционным культурный фестиваль. В этом году он был посвящен проблемам сохранения и развития культурных традиций малочисленных народов России. Состоялись все запланированные выставки и конкурсы, в которых приняли участие тысячи забайкальцев. По словам Виктора Колосова, большинство поставленных задач они выполнили. Но есть и недосчеты. Так, программу культуры удалось реализовать лишь на 80%. Да и зарплата работников оставляет желать лучшего. Она у нас сейчас составляет средняя зарплата 12,8 тысяч рублей. Тем не менее, она поднялась на 57% у муниципальных работников культуры, что, скажем, не так много по сравнению с работниками педагогического фронта и здравоохранения. Но все же, как отметил министр культуры, в этом году они планируют ее увеличить до нужного уровня. Помимо этого, отремонтировать городские клубы и построить как минимум шесть новых. Придется увеличить затраты и для того, чтобы обновить музыкальные инструменты в школах искусств, помочь библиотекам с покупкой новых книг. 14-й год, по заверению министра, обещают быть не менее богатым на события. Уже в ближайший месяц в крае начнутся концерты «Цветущего богольника». Подхватит его 4-й Забайкальский кинофестиваль и ряд других мероприятий, подготовленных в том числе в рамках Года культуры в России. Анастасия Новгородова, Сергей Миртов. Время новостей.